МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Клейдоскоп. Несмотря на то, что первый месяц весны подошел к концу, снега по колено, и мы решили прогуляться по парку, дабы запечатлеть для истории этот заснеженный март. Но говорить, тем не менее, мы будем сегодня не о климатических аномалиях и даже не о погоде, а о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. Ничего себе погодка! Столько снега, холодно! Такое ощущение, что сегодня не 27 марта, а скорее 55 февраля. Да, это уж точно. А вот где ты представляешь, Ирина, сейчас тепло, плещется море, а в море плавают рыбки. Ну, ты знаешь, рыбки-то они плавают в любое время года. И самое главное не только в морях, реках, но и в аквариумах. Мир вокруг нас гораздо разнообразнее, чем нам кажется на первый взгляд. Так, например, глубины океанов, морей и рек скрывают в себе невероятно интересных обитателей, с которыми сегодня можно познакомиться, находясь на суше. Для этого и создаются вот такие выставки рыб, на которых можно понаблюдать за наиболее интересными их экземплярами. Здесь представлено несколько десятков живых экспонатов, о каждом из которых можно рассказать много чего интересного. Ядовитые хищники соседствуют здесь с милыми рыбками, которые могут стать вашими любимыми домашними питомцами, как, например, астронотусы. Они очень преданы своему хозяину, их даже можно гладить и кормить с рук. Но вот оставлять их надолго нельзя, они вполне могут впасть в депрессию и даже умереть от тоски. Также эти рыбы интересны тем, что в период нереста самец может загрызть самку, что не так страшно, в принципе, потому что за потомство отвечает именно самец. У него на спине вырабатывается молоко, которым он кормит своих детенышей. А вот эти рыбешки всем известны зубастые пираньи. Им ничего не стоит съесть быка, пока он переплывает реку. Однако нападают они, находясь в стае численностью в 300 и более рыб. Когда их меньше, они становятся пугливыми и вполне могут упасть в обморок. В обморок могут падать также специально, притворяясь мертвыми, чтобы таким образом пропитаться, когда их не стая, когда они по одному. Дело в том, что пираньи может съесть какой-нибудь крупный хищник, к примеру, крокодил, и потом просто пираньи съест крокодила изнутри и выплывет из него. Они очень живучие, обладают хорошим обонянием, капли крови им достаточно, чтобы выследить свою жертву. У пираньи очень мощные челюсти, вот показано на картинке, они могут перегрызать даже сталь. Местное население, индейцы-амазонки, используют их челюсти в качестве ножниц, зубы в качестве ножей. А вот эта рыба – африканский протоптор. Вообще скоро перестанет быть рыбой. И вполне возможно выйдет на сушу, ведь она находится в процессе эволюции. У нее растут лапы, это вот длинные спереди и более массивные, но короткие по центру. Когда-то это будет полноценными лапами, она будет бегать по земле. Особенность протоптора также в том, что он может до 4 лет обходиться без воды и без еды. Он зарывается в ил, в сезон засухи, и ждет сезона дождей. Рыба промысловая, ценится она за свое вкусное мясо, и рыбаки ее ловят, но не удочками, а на рыбалку ходят с барабанами и с лопатами. Они приходят на засушливый водоем, стучат в барабан, имитируя звук дождя, и протоптер думает, что начался дождик, вылазить на поверхность. Либо начинает из-под земли издавать хлюпающие звуки, тем самым говоря о своем местонахождении, и лопатами его просто-напросто выкапывают. Африканский протоптер не единственная двояко дышащая рыба. Нильский кларий в течение нескольких месяцев засухи может обходиться без воды. На это время он покрывается слизью, что и помогает ему пережить этот сложный период. В случае необходимости они могут переползать по суше из одного водоема в другой, преодолевая до 10 километров. Пищу себе добывают как в воде, но это понятно, это рыбы, так и на суше. Голодными они тоже не останутся. Каких-нибудь насекомых они вполне способны поймать, чтобы прокормиться. А это рыба-клоун. Ее особенность в том, что ее домом на протяжении всей жизни являются ядовитые водоросли актини. Когда у клоуна происходит первое знакомство с водорослями, она к ним близко подплывает и дает себя ужалить. После чего вырабатывает тот же самый яд, что и водоросли. У клоуна вырабатывается иммунитет, а водоросли принимают ее уже за свою. В этих водорослях она всю жизнь живет, там размножается и далеко от дома не уплывает, потому что ни одна нормальная рыба в эти водоросли просто не сунется. Соседствует с ней в этом аквариуме рыба-собачка, которая действительно чем-то напоминает собаку. В случае опасности эта рыба может раздуваться, принимая форму шарика. Рыба ядовитая, яд ее смертелен для человека и противоядия от нее нет. Тем не менее, китайцы ее едят, мясо ее считается деликатесом, но нужно уметь эту рыбу правильно приготовить, что не всегда получается, отчего в среднем год от 100 человек и более умирает чисто из-за того, что просто неправильно приготовили эту рыбу. А эту красавицу хорошо знают любители отдыха в Египте. Крылатка рыбы не только хищная, она, кстати, может поедать рыб до 2-3 своего размера, но еще и ядовитая. Название свое получил, потому что с боков у нее отходят ответвления, ответвления такие, похожие на крылья. На концах этих крыльев имеется очень сильный яд, который также смертелен для человека. Но в отличие от собачки, крылатке есть противоядие, но нужно успеть им воспользоваться. Но крылатка также опасна, когда она мертвая. Если на нее случайно наступить, яд все равно проникает в тело, и человек умирает. Это единственные три рыбы, которые живут в море, представленные на выставке. Также здесь вы сможете увидеть один из древнейших видов рыб, ведь конголезский многопер обитал в реках еще во времена динозавров. Здесь вы также узнаете о том, что скаты живородящие, абсолютно нечувствительные к боли, о том, что в мире существуют беспанцерные черепахи, и вот такие огромные рыбы с добрыми глазами. В общем, вы узнаете много всего интересного. Кстати, гостись у нас эти представители подводного мира будут до 7 апреля. Мариш, представляешь, сегодня утром, ну, ни для кого не секрет, что наша программа выходит в записи. Сегодня 27 марта. Так вот, сегодня утром меня поздравили с праздником, а я, видимо, еще не проснулась и не сразу вспомнила, что день театра. Так стыдно. Можно сказать, живешь в театре, постоянно снимаешь, а забыла про такой праздник. А я вот в рамках этого дня даже побывала на выставке «Бутафоры» из ТЮЗа. Но только представлял он не свои декорации, а картины. Он, оказывается, еще и художник. Без чего не может обойтись ни один спектакль. Без актеров, без режиссера, конечно, да. Но еще одной неотъемлемой частью, хотя и отодвинутой на второй план, являются предметы, употребляемые в театральных спектаклях вместо настоящих вещей – бутафория. Изготовление бутафории представляет собой большую отрасль театральной технологии, включающую работу с бумажными массами, картоном, металлом, синтетическими материалами, полимерами, тканями, лаками, красками. Эта работа требует специальных знаний в области лепных, картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи тканей, чеканки по металлу и многих других. А занимается всем этим бутафор – театральный художник. Когда сидишь, вот попробуйте за компьютером, посидите день, ночь, вторую, третью, да, надоедает? Надоедает. Вот так это. Если я вот работал художником-конструктором, значит, проектировал интерьеры, и мне до того надоело чертить, там очень много чертидерей надо делать, и захотелось освободиться от всего этого. Вот это как раз и называется творчество. До того, как попасть в театр, Ракитин окончил Рязанское художественное училище, а после занимался проектировкой интерьеров. Но в течение всей своей жизни он, не афишируя своего занятия, дома в свободное время рисовал. Он всегда рисовал свой город таким, каким видел его. Однажды коллеги из театра на Соборной увидели работы Ракитина. Тогда и родилась идея показать людям этого неизвестного, но талантливого мастера. Результат даже превзошел ожидания. Смешанная техника, в которой работает театральный бутафор, и его модернистическое видение городских пейзажей приятно удивило посетителей этой необычной выставки. Мне всегда очень интересно вообще все те выставки, которые проходят просто в Рязани в любом большом каком-то выставочном зале, в небольшом, там пусть даже в квартире, в каком-то клубе, я не знаю, в маленьком салоне. Это всегда интересно, потому что вот наша визуальная среда, она заставляет, в общем-то, наша вот та визуальная среда, в которой мы находимся, она заставляет, вернее, оставляет желать лучшего. И нам не хватает вот этого визуальной культуры, нам не хватает визуальной какой-то вот такой вот организации, на которую способны художники, дизайнеры. Вот. И поэтому любое вот такое вот новое имя, любая такая выставка, это всегда радость, это всегда вот обновление. Первая, но наверняка не последняя экспозиция работы этого скромного и невидимого для зрителей театрального бутафора, необычного и талантливого художника-наблюдателя, ждет любителей театрального и художественного искусства в фойе театра на Соборной. Давай с тобой сразимся. Снежки. Вот это да! Ничего мне не хватало. Рыцарь, кто измерил сейчас? Кстати, вот, действительно не хватает. Не хватает вот этой романтики, которая раньше была, вот эти путешествия. Рыцари посвящали стихи дамам сердца. Хотя сейчас тоже рыцари остались, но они, правда, скорее не сражаются за своих прекрасных дам, а рисуют, для них картины. Театр кукол вместо поля брани, кисти палитра вместо меча и щита. И тем не менее, такое мирное мероприятие, как выставка картин юных художников, назвали не иначе, как рыцарский турнир. Просто участвуют в этой выставке только мальчики, занимающиеся в детской творческой студии «Калибри». Однако, несмотря на свой возраст, их вполне можно назвать настоящими рыцарями. Те качества, которые присущи рыцарю, они, наверное, присущи художнику. Это отвага, смелость, бесстрашие, авантюризм даже, терпение, благородство, патриотизм в какой-то степени. И мне очень хотелось вот этой выставкой реабилитировать наше почему-то такое отношение, что заниматься изобразительным искусством – это занятие девочек. И вот на этой выставке мы воочию представили наших юных еще авторов, которые, мне кажется, докажут, что заниматься изобразительным творчеством – это занятие еще и мальчиков. Потому что, если мы откроем историю изобразительного искусства, особенно в давние времена, вы практически не увидите авторов женщин. Только в современное время у нас женщины стали этим заниматься. В рыцарском турнире приняли участие семь воспитанников детской творческой студии «Калибри». Можно сказать, что для каждого из них эта выставка стала почти персональной, ведь представленные работы раскрыли индивидуальность каждого автора. Руководитель коллектива Людмила Львовна дополнила первоначальное представление о художниках рассказом о каждом из них. Ваня у нас, вот несмотря на его рост, вы не удивляйтесь, он еще даже в школу не ходит. Мне всегда кажется, что он уже второклассник, третиклассник, и он, оказывается, еще такой юный у нас. Вот мне кажется, он самый-самый добрый вот среди наших людей, самый-самый романтичный, самый трепетный, который, мне кажется, даже рукашу-туракашу не обидит никогда. Вань, нет? И поэтому я бы его назвала маленьким принцем. А вот Леонида Людмила Пронкина окрестила Гарри Поттером, потому что, по ее словам, он настоящий волшебник. Действительно, картины Леонида пропитаны волшебством. На них взмывают ввысь волшебные замки, сражаются сказочные рыцари, оживают добрые драконы. Сначала мне нравились динозавры, затем понравились драконы. Они мне нравятся тем, что их не существует, но я верю в них. Они очень красивые, бывают добрые. Чаще изображаю я добрым. У Леонида, как у самого настоящего рыцаря, есть щит, который он сделал своими руками. И, конечно же, герб. Я на нем изобразил барс, так как я люблю кошачьих животных. У него на руках боксерские перчатки, у него пояс. Это значит, что я занимаюсь самбо. Как он держит финишный флаг, то, что я хожу на картинку. А внизу там перекрестленный кисть и карандаш. Я хожу на рисунок. Я очень люблю рисовать. Задание создать свой собственный герб получил каждый из участников выставки. Для них это еще одна возможность языком символов рассказать о своих увлечениях. Хотя и по их картинам понятно, что это настоящие маленькие рыцари. Ведь только рыцарь способен уже с детства целиком и полностью посвятить себя прекрасному. Ловлю! Ловлю, 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 ловлю! Приехали! В конце марта катаемся с горки на ледянке. Да, на этой веселой ноте мы заканчиваем нашу программу. Будем надеяться, что на следующей неделе все-таки начнется весна. И может быть даже мы сядем на велосипеды. Пока! Эксклюзивно! Только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны? Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева. Торговый центр Кристалл. Второй этаж. Телефон 992692. Редактор субтитров А.Семкин